Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас, что пишет армянское издание новости Армении. Последние новости. Азербайджан готовит новые нападения на Армению, заявляет Никол Пашинян. Вот он, всем известный армянский премьер-министр, и вот что он заявил. Азербайджан в действительности готовит новые нападения на Армению. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Франце-24». Теперь такая ситуация, что если мы принимаем во внимание заявление официально у Баку, то можем предположить, что новые нападения очень возможно, сказал Пашинян. По его словам, часто звучат заявления о западном Азербайджане. Эти заявления в действительности означают, что западный Азербайджан – это современная Армения. То есть Азербайджан претендует на значительную часть ее территории. Ну вот вам карта. Вот Пашинян уже открыто говорит, что Азербайджан нацелен как бы захватить часть Армении. Ильхам Алиев называет это западный Зангизур, это все азербайджанские земли. И вот уже Пашинян, не стесняясь, говорит, что надо готовиться к войне. Так, и вот он говорит, что есть принципы территориальной целостности и неприкосновенности границ, не признанных Азербайджаном. Это означает, что те принципы, которые я только что упомянул, и которые должны быть отражены в мирном договоре, в действительности не уважаются Азербайджаном. Но он раньше говорил, что надо делать демилитацию, демаркацию в пределах Армении 29,8, а Азербайджан 8,6 тысяч квадратных километра. А он теперь заявляет, что Азербайджан не уважает, как бы, и не хочет делать демилитацию, демаркацию по этим границам. Значит, уже он готовится к войне. И вот сейчас уже там, после встречи министров обороны Франции и Армении, уже начали такие заявления делать французы. Министр обороны Франции заявил, если бы Армении ничего не угрожало, необходимости в военном сотрудничестве с Парижем не было. В общем, французы будут вооружать армян по полной программе. «Необходимости в обсуждении военного сотрудничества между Ереваном и Парижем не возникло бы, если бы Армении ничего не угрожало», заявил в пятницу министр обороны Франции Себастьян Лекорню на совместном брифинге со своим армянской коллегой Ереваней. «Именно угрозы заставили армянскую сторону обратить внимание на сотрудничество в сфере обороны». «И типа, а он говорит, что мы надежные партнеры, мы откликнулись», – сказал Лекорню. Он также прокомментировал попытки дискредитировать Францию. «Мы Франция, мы не позволим себя запугать», – подчеркнул глава Министерства обороны. «Так, и вот французы тут еще заявили, что будут передавать Армении ракеты. Франция готова предоставить Армении ракеты различной дальности. Как передает издание Харазе, об этом находящийся в ЗИТе в Ереване министр обороны Франции Себастьян Лекорню сказал в ходе выступления на совместной пресс-конференции после встречи с армянским коллегой Суреном Папекяном. Лекорню сказал, что если Армении понадобятся ракеты, и малые, и средние, и большой дальности, то они станут частью развития оборонного потенциала страны. «Все, Франция, говорит, мы вооружим армян». Также было доставлено в случае необходимости из Франции, что они предоставят Армении ракеты для системы ПВО. Так что вот, Армения сейчас надеется на французов, что их вооружат по полной программе. И вот сейчас Пашинян сделал такое заявление, все уже, как сказать, обсуждают. «Участие Армении в ДКБ заморожено, вывод российской базы не обсуждается», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Так, вот он тут заявил, что «Знаете, что по сути реакция ДКБ, по нашему мнению, не соответствовала действительности в отношении Республики Армении, в частности, в 1921-1922 годах. Очевидно, это не могло остаться незамеченным стороны Армении. Сегодня, на практике, фактически заморозили наше участие в этой организации. Что будет завтра, посмотрим». В общем, Пашинян все, сделал заявление, что уже они выходят из ДКБ. И вот Песков тут возбудился, этот самый, который вечно неадекватном состоянии несет пургу. Но он тут заявил, что РФ прояснит с Арменией этот вопрос. Армения не направила официальных уведомлений насчет заморозки членства ВДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия планирует в контактах с Арменией прояснить ситуацию насчет ее членства в ДКБ. В ходе визита во Францию, премьер-министр Армении Никол Пашинян на интервью телеканала «Франце-24» заявил, что участие страны в ДКБ, в котором доминирует Москва, заморожено. Ну и вот и все. Так что, значит, Армения уже выйдет из ДКБ. И вот теперь тут в России есть такой, как его называют, пропагандист или политолог Марков. Он заявил, совместный план Пашиняна и Макрона против России. Уже, как бы сказать, они все это организовывают. И что дальше делать? Никол Пашинян и Монель Макрон, по сути, составили заговор с целью изгнать Россию с Южного Кавказа. И создать французские военные базы на Южном Кавказе. А вот в чем дело. Они хотят уже полностью эту базу в Гюмри. В общем, полностью выгнать россиян, всех там миротворцев, или что там у них еще осталось. Там какие-то пограничники есть там где-то. И полностью сейчас под французов отдать эту территорию, чтобы французы разместили, особенно здесь, вот, на юге Армении, эти базы, наверное, французские. Ну, похоже, на то и идет к этому. Так, военные базы на Южном Кавказе. Как передают издания Харазе, об этом заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. Армения замораживает свое членство ВДКБ. Об этом заявил глава Армении Пашинян. Это подготовка к изданию российской военной базы из Гюмри. Это предательство России руководством Армении. Пашинян и Макрон, по сути, заговор составили с целью издать Россию из Южного Кавказа и создать французские военные базы на Южном Кавказе. Главным другом России на Южном Кавказе становится Азербайджан, написал он в своем телеграм-канале. Ну вот, интересные новости. Все, сейчас, в общем, Армения с Франции, как сказать, одна будет группировка, а Азербайджан с Россией другая, заявил Марков. Ну вот, армяне не успокаиваются, и опять обстреляли азербайджанские пограничные посты. Уже третий раз, я смотрю, за последнее время, вообще что-то, видно, провоцируют. Ну вот, корреспондент АЗ опубликовал новость. Азербайджан не ответил на армянские провокации. Это уже сегодня, 23 февраля. Уже ночью, 23 февраля, подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населённого пункта Врятния-Шорджа, Басаркичарского района, обстреляли стрелковое оружие, позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Е-Элиты-Джа и Кельбаджарского района. Всё, говорю, вот армяне, говорю, специально провоцируют. Потом сейчас вооружаться и начнётся конфликт. Ну, азербайджан не стал реагировать и не стал, как сказать, Байрактары не поднял, не ударил по армянам. А так бы уже после этого обстрела недавнего, там у них пять было убито и раненые ещё были. Ну, вот сейчас армяне стали почитывать, сколько они потеряли в этом году военнослужащих. В 23-м году в боевых условиях погибло 19 военнослужащих армян, а в небоевых условиях ещё 64. Я говорю, сейчас, если начнётся такие провокации на границе Армении и Азербайджана, постоянные, то у армян будет намного больше уже, не 19, а там уже, я думаю, нереальные потери. Потому что Ильхам Алиеву надоест, когда будут постоянно обстреливать азербайджанцев, ещё ранят, убьют, то, я говорю, вот, уже погибших будет намного больше. И вот пишут, что у армян ещё было 64 военных погибли в небоевых условиях. А, и взяты в плен и возвращены ещё три военнослужащих. Говорю, сейчас очень напряжённая ситуация, непростая сейчас. Вот Пашинян мутит тут воду, и уже конкретно, я чувствую, уже готовит провокации для... Уже серьёзной, там будет уже не перестрелки, а может и военные действия начнутся. Ну, посмотрим. Потому что всё это, как сказать, решится в ближайшее время. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!